Друзья мои, всем привет! Сегодня я решил записать материал в отношении вопроса, который вы очень часто задаете. И касается он такой вещи, как ностальгия. Почему люди задают этот вопрос, мне совершенно ясно и понятно. Это примерно как если вы собираетесь идти к врачу, то вы хотите примерно представлять себе уровень боли, скажем, в отношении операции, если вам ее будут делать. То есть идея заключается в том, что ты скажи мне, насколько мне будет больно, потому что, может быть, я подумаю, если это уж настолько больно, что я, собственно, как говорится, даже и делать-то, может быть, ничего не буду. Все мы с вами помним фильмы «17 мгновений весны», где Штирлиц после тяжелых трудов, он идет, направляется куда-то в лес, или он там едет там где-то по какой-то дороге, останавливает машину и где-то потом шагает в лес, где он видит там березу, он их там ходит вокруг них и так далее. Насколько вообще говоря, это вещь, которой стоит так уж сильно опасаться в эмиграции? Я бы сказал вот так, если говорить честно и откровенно, это вещь, которая вас будет преследовать какое-то определенное время и от этого никуда нельзя деться. Кого в первую очередь эта ностальгия будет преследовать? В основном это зависит от количества прожитых вами лет на вашей родине. То есть, например, скажем так, я родился в Узбекистане, то есть я, если так говорить, я узбек по месту своей родины, но тем не менее, когда мне исполнилось, там, по-моему, что-то в районе пяти или шести лет, мои родители переехали в Россию и уже фактически в первый класс я пошел в российской школе. То есть это, в принципе, вся моя взрослая жизнь, все периоды моего подросткового какого-то детства, они все проходили в России и поэтому все мои воспоминания, все мои какие-то зрелые размышления, они так или иначе связаны с Россией, никак не связаны с Узбекистаном. Поэтому, если вы меня спросите, испытывали ли я какую-то ностальгию по отношению к Узбекистану? Ну, нет, конечно. То есть меня, в принципе, ничего с этой страной, на самом деле, и не связывает. Та же самая ситуация, я как-то говорил в своих видео о том, что, когда мы приехали сюда, моя младшая дочь, она была тогда еще достаточно маленькая девочка, и, естественно, сейчас на сегодняшний день ее никакая ностальгия не тревожит, потому что, в принципе, уехав в раннем возрасте страны, у нее остались какие-то очень маленькие связи с ее родиной, она практически мало что там помнит, и, в общем, печалится, и переживать ей, по большому счету, особенно и нечего. Более того, когда она приезжает в Россию, она была там, для нее, как уже, так сказать, такой девушки канадской, в принципе, какие-то вещи выглядят, ну, в общем, достаточно уже непонятными и странными, в общем, на самом деле. То есть, говоря проще, это зависит от того, насколько вы приросли корнями к своей родине, к стране, где вы родились. Я, когда приехал, мне было, как я уже говорил, чуть меньше 40 лет, совершенно понятно, что вся моя жизнь предыдущая прошла в России, и, естественно, для меня это было непросто. Вообще говоря, ностальгия вещь довольно сложная, странная, и, может быть, даже в определенном смысле непонятная. Мы с вами хорошо знаем, что такое сердце, мы знаем, где оно находится, и если оно физически болит, то вы знаете, где и что у вас болит. При этом мы с вами знаем, что есть такое понятие, как душа, да, она где-то там витает, то ли она у вас находится где-то вот возле головного полушария, то ли она у вас находится где-то в области груди, никто толком этого не знает. То же самое ностальгия. То есть, что такое ностальгия, толком никто не знает. Скорее всего, это вот какая-то привязанность к вашему прошлому. И зачастую, мне кажется, люди не очень понимают о том, что когда они ностальгируют о чем-то, они на самом деле, может быть, и не так-то этого на самом деле хотят. Я вам приведу простой пример. Многие из нас родились в Советском Союзе, и мне показалось вот из того, что я читаю в интернете, где-то, так сказать, вот на Фейсбуке, иногда люди как-то ностальгируют по советским временам. В то же время, если вы зададите этому вопрос человеку, хочешь ли ты вернуться в СССР, я почти уверен, что 90% людей скажут, что нет, я не хочу туда возвращаться. Но ты, тем не менее, ностальгируешь по Советскому Союзу. Почему? Потому что там осталась моя молодость, там осталась какая-то первая девушка, которую я встретил, там остались мои школьные друзья, там были какие-то, я не знаю, шашлыки на природе, на погоде, понимаете? Вот. И вот это вот, это как бы приятные воспоминания, и человек в большинстве случаев понимает, что эти приятные воспоминания, их в принципе реализовать заново нельзя. Это прошлое, оно прошло. Но тем не менее, вот это вот приятные какие-то вот ощущения, которые память вам прокручивает в вашем мозге, оно как бы создает желание, что, а вот хотел бы я вернуться в эти времена. Поэтому, когда речь идет о ностальгии, мне кажется, что речь идет, хочешь ли ты вернуться в то состояние возраста, души твоей, ощущений, каких-то, так сказать, эмоций твоих, но не в состоянии той эпохи, в которой ты жил. Это разные вещи. Еще одна интересная вещь лично для меня заключалась в том, что мне показалось, что ностальгия это такое какое-то умозрительное заболевание, которое мы сами себе придумываем, и оно зависит от того, насколько долго мы хотим себе его поддерживать. Если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, понимаете, есть, например, какая-то болячка, если она у вас где-то расположена на руке, и там вы, так сказать, себе какой-то порез сделали, то вы можете пытаться достаточно как-то ускоренно быстро залечить эту рамку, да? Или вы можете дожидаться, когда она покрывается какой-то корочкой, брать гвоздик и начинать аккуратно его царапать до тех пор, пока пойдет опять кровь. Речь идет о том, насколько вы готовы поддерживать себе состояние ностальгии. Есть люди, которые говорят, ну все, я приехал, душа у меня болит, да, мне что-то там грустно, у меня там друзей нет, друзья мои остались в России, но я готов начать перековываться под эту жизнь. И есть люди, которые готовы вот эту рамку, так сказать, условно говоря, у себя в душе, у себя в груди постоянно царапать для того, чтобы поддерживать себе вот это состояние ностальгии, что, на мой взгляд, не очень хорошая вещь. Как и многие другие, я, наверное, тоже прошел через состояние ностальгии. У меня, наверное, заняло это, наверное, в пределах, наверное, примерно где-то 5-7 лет. И в какой-то момент, вы знаете, есть заболевание, которое у тебя есть, 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 но однажды утром ты просыпаешь и с удивлением обнаружишь, что у тебя его нет больше. Вот просто нет. Это уж если говорить про аналогию этих ранок на руке, это примерно как у вас была какая-то болячка, она там долго-долго-долго у вас болела там 10 лет, а на утро вы просыпаетесь в одно прекрасный день, и вдруг видите, что она у вас просто отвалилась и осталось ровное место, гладкое, там чуть розовое, и больше там ничего нет. Вот это примерно то, что происходит, на мой взгляд, с ностальгией. А если хотите моё, я не знаю, может быть, это какая-то такая самопридуманная философия, но я лично для себя пришел к выводу, и пусть вам не покажется это странным, это лишь моё личное мнение, что ностальгии, как таковой, может быть, даже не очень и существует вообще. В моём представлении более оправданно говорить о силе привычки, о вашем консерватизме, когда я к чему-то привык, я не хочу это менять. Я приведу вам ещё один пример вот ностальгии в моём представлении. Вы знаете, когда я приехал в Канаду, мы поселились изначально не в русском районе, я не ездил в русский магазин продуктовый, потому что я, в общем, никогда особым гурманом не был, мне вот что жена положит, что я, в принципе, и съем, и ехать специально куда-то на другой конец города, чтобы обязательно купить русской какой-то колбасы, но оно мне как-то не важно так, понимаете, я могу пойти в обычный любой магазин, купить там какой-то обычный сыр, и мне, в принципе, это устроит. Но в какой-то момент, когда я достаточно уже несколько лет прожил в Канаде, мы как-то с женой разговаривали, и мне вдруг захотелось селёдки. Вот, понимаете, селёдки с луком, там, с какой-нибудь рюмочкой водочки там и так далее. Вот как-то вот захотелось с картошечкой, понимаете. Здесь селёдку, как ту селёдку, которую мы едим, здесь в канадских магазинах её так не продают, это совершенно как бы не принято. Здесь не продают там солёные огурцы, вот, ну, такие, как мы любим, бочковые вот такие, да. В какой-то момент мне вдруг захотелось, может быть, это вот была тоже часть каких-то ощущений ностальгических по отношению к стране, вот, к той жизни, в которой мы жили. Мне в какой-то момент страшно захотелось докторской колбасы. Вот помните, мы покупала мама там в детские годы, она какая-то была очень душистая, она так вот как-то пахла, и собиралась там вся семья, которые тут же её, так сказать, нарезали на батоны, на бутерброды, и этот батон, который приносился в дом, он, в принципе, уничтожался там в течение каких-то там 10-15 минут. Также мне захотелось вот этих вот конфет, русских конфет, вот там белочка, мишка на севере, что-то там ещё, я не помню. Ну вот как-то захотелось, вот почему-то захотелось, хотя я говорю, что я не гурман, и мне, в общем, я не схожу от этого с ума никакого. Плюс мне захотелось ещё зефир, вот зефир, настоящий русский зефир, как мы покупали его тоже вот в детстве, помните, он был, почему-то он был всегда двух цветов, как правило, это белого цвета и розового, вот почему-то мне его захотелось. И вы знаете, мы тут же собрались с женой, сели на машину и поехали в русский магазин, где мы увидели всё, что мы захотели. Здесь, если вы приезжаете, если вы едете в эмиграцию, если вы будете переживать по русским продуктам, ни о чём не волнуйтесь, абсолютно ни о чём не волнуйтесь. Жареные сельнички, там бабушка XXL или что-то в этом духе, селёдка бочковая, там солёные огурцы, квашеная капуста, икра любая, там какая хотите, красные там нескольких сортов, я имею в виду более мелкая, более крупная, там более дорогая. Белуга-севрюга, пожалуйста, никакой проблемы нет, плюс они продают полуфабрикаты, там это могут быть какие-нибудь беляши, там это может быть, как они называются, кабачки вот эти всевозможные и так далее, тушёнка, вот я никогда не видел в канадских магазинах тушёнку, но тушёнку, пожалуйста, вы там всё это купите. Квас, кефир, всё, что вы хотите, вот буквально всё, что вы хотите. И мы приехали туда, набрали целый мешок вот этих конфет, вот захотелось, понимаете, вот просто захотелось. Мы купили этот зефир, мы купили эти колбасы. В русских магазинах, в польских магазинах, если вы покупаете колбасу, то здесь её может быть порядка 100, может быть 150 сортов, вот так вот на глазок, мне так кажется, визуально. Здесь докторская колбаса, она называется Baby Ballonia, то есть вот, и её вот это вот, если по-русски говорить, докторской колбасы, есть здесь там, я не знаю, ну 30 сортов, наверное, по крайней мере, плюс там 40 сортов этой салями там или ещё что-то такое, понимаете, жирком, без жирка, как хотите, всё что угодно. Всё это мы набрали, причём мы купили ещё, знаете, вот эти вот вафли, которые были такие у нас вот полосочками такими коричневыми, да, всё это мы купили, и когда я приехал домой, я всё это так вот навернул с удовольствием, и мне казалось, что вот в тот момент, когда мы ели эти конфеты, вот вернее, когда мне их хотелось только вот ещё до того, как мы их купили, мне казалось, что какие они безумно вкусные эти конфеты, вот какой сумасшедший вот аромат вот идёт от всей этой колбасы там и прочее, прочее. Вы знаете, когда мы всё это съели, я понял, что наши конфеты, они, в общем, достаточно обыкновенные, если вы пойдёте там в канадский магазин, вы увидите там итальянские конфеты, и американские, и канадские, и просто какие-то европейские, там французские, немецкие, которые за это время ушли намного дальше вперёд, там какие-то очень красивые коробки, хотя русские коробки сейчас тоже есть, конечно, но я, Меду, я сравниваю современные конфеты с конфетами тех вот времён, когда нам нравилось и казалось, что это совершенно безумно вкусно, вот эти там белочки, там, допустим, конфеты и так далее. И в этот момент я понял, что вот эти вот вкусовые ощущения, вот эта ностальгия, вот это желание всё это попробовать, это всего-навсего игра вот разума определённого, да, то есть это вкус дефицита. Когда я поел этот докторской колбасы, мне показалось, ну, колбаса она, колбаса и есть. Тогда, когда её можно было купить полбатона и больше там, условно говоря, не давали, и в следующий раз ты её купишь, там, я не знаю, ещё неизвестно когда, плюс в доме, так сказать, 4 физиономии, которые быстро всё это похрумкли, и она тут же кончилась, и ты её не доел, вот это вот ощущение недостачи, ощущение дефицита, оно и рождает вот этот вот вкус и… Ну, как я сказал, это вкус дефицита, это вкус детства, это вкус детских воспоминаний, и это вкус дефицита всего-навсего. Несколько лет тому назад я встречался по делам с одной семьёй, это были мужчины, женщины, где-то в возрасте, наверное, 60 с лишним, я бы сказал бы. На кухне у них работал телевизор, у них уже взрослый сын, который родился здесь в Канаде, и он совершенно нисколько не говорит по-русски. И когда мы закончили разговаривать о своих делах, они меня спросили, Сергей, вот как тебе Канада? Я говорю, ну, нравится мне Канада, всё очень хорошо. Я говорю, вот у вас русское телевидение, у меня его, собственно, никогда не было, потому что я старался изначально как-то учить английский язык, и не собирался его как-то смотреть телевизор этот русский. И они говорят, а как вот ностальгия, ты испытываешь какую-то ностальгию? Я говорю, да нет, я, слава богу, уже в Канаде больше 15 лет тому времени, когда мы разговаривали. И, в общем, я ничего особенного не испытываю. И тогда они мне сказали, ты знаешь, это ещё очень рано. Это ещё очень рано, подожди, ещё лет 5-10, и ты будешь испытывать сильную ностальгию по родине. Вы знаете, меня эта фраза очень удивила, насторожила и даже напугала, я бы сказал бы. То есть я так про себя подумал, думаю, ребята, спасибо вам большое. Теперь мне кажется, что я полностью в этой стране адаптировался, и вдруг, откуда ни возьмись, появляетесь вы и говорите мне такие вещи, что, Серёжа, подожди, ещё 5-10 лет, и вот тут-то всё самое интересное начнётся, и тебя начнёт манить на родину. Уже согласно нашим канадским привычкам, я так, в общем, вежливо послушал, сказал, ребята, что-то как-то, не знаю, в общем, меня эта идея как-то не убеждает. И, в общем, распрощавшись, я поехал по своим делам домой, и по дороге в машине я ехал и думал. И в то же время, всё время, как бы анализируя эту ситуацию, я приходил к выводу, что, ну, не верю я в это, не верю я в это, ничего я этого не ощущаю, и не вижу, почему я должен это ощущать. А думал я, думал на эту тему, и пришёл к выводу, что если люди это говорят, то что-то под этим, наверное, всё-таки есть какая-то база, да. Я пытался понять, на чём эта база могла бы вообще логически располагаться. Всего самого наилучшего и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok